Для главного спасателя страны поездка в Ненецкий округ не первая, он уже был здесь и тоже с рабочим визитом, поэтому регион в целом ему знаком, особенно климатические условия, так что к трескучим морозам, которые обосновались в регионе, он основательно подготовился. Для визита Владимир Пучков Ненецкий округ в очередной раз выбрал не случайно, когда вся страна отдыхает в новогодние каникулы, министр посещает регионы, в которых уже построены арктические спасательные центры. Позади Мурманская, Архангельская область и Красноярский край, теперь вот мы. Добро пожаловать на Ненецкую землю. Приятную процедуру решают не растягивать, на улице все-таки минус 30, Владимир Пучков и Игорь Кошин ограничиваются небольшим диалогом и рассаживаются по машинам. Свой разговор они продолжают в первом на крайнем севере арктическом центре МЧС. Для гостей спасатели демонстрируют современную технику, которая находится на боевом посту. Колесные и гусеничные вездеходы, различные треколы и многое другое. Министр отмечает, для севера техника такого класса актуальная и нужная. Поэтому новое судно на воздушной подушке также будет кстати и вручают от него ключи. А уже в седнем боксе главный спасатель страны делает замечание пожарным. На машинах вместо 0-1 теперь должен прописан единый номер 112. Заодно проверяет, работает ли он в нашем округе. Владимир Пучков уверенно заявляет, арктический центр МЧС превосходен и оснащен самым передовым оборудованием, которое способно работать в условиях Крайнего Севера. А личный состав подготовлен на отлично. Аварийным службам региона министр ставит зачет. Спасатели, в свою очередь, желают лишь одного. Не хватает собственной авиации. Время ЧАЭС она очень необходима. Сегодня мы обсуждаем о совместном использовании нашего авиаотряда, совместно с министерством, силами МЧС для решения общих задач. Это, знаете, это и Северный морской путь. Это обеспечение жизнедеятельности тех компаний-нетропользователей, которые работают в фондере, которые наполняют федеральный бюджет в первую очередь. Мы окружаем, соответственно. И это, в принципе, обеспечение безопасности жизнедеятельности людей, живущих не только в местном оборудовании, а в отеле. Обстановку повышенной готовности гости сменяют на ситуационный центр, что в КДЦ на месте проверяют, как работает видеосвязь в режиме онлайн. С муниципальными образованиями, прямая линия со службами МЧС и не только. После Владимир Пучков и Игорь Кошин подписывают важное двухстороннее соглашение о передаче части полномочий. Сегодня подписано соглашение, которое позволяет нам на качественно новом, современном уровне решать все вопросы совместной деятельности и федерального центра, и Ненецкого автономного округа, реализуя государственную политику при решении задач гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности. В частности, как следует из документа, администрация региона передает МЧС России полномочия по вопросам предупреждения и ликвидации последствий ЧС межмуниципального и регионального характера, организации тушения пожаров, поиска и спасения людей. Реализацию передаваемых полномочий на территории субъекта от имени МЧС России теперь будет осуществлять Главное управление МЧС по Ненецкому округу. Олег Катанзийский, Дмитрий Лукевич, Андрей Котов, Телеканал «Север».